Должны ли родители платить за отсутствие ребенка в садике? Этот вопрос активно обсуждается в Тарстане не первый год. Ведь сейчас перерасчет делают только за питание, а это около 500 рублей, в то время как размер Аблоненской платы чуть выше 2,5 тысяч. У Дианы Якушкиной двое детей за садик. Она отдает почти 7 тысяч рублей. Считает несправедливым платить за дни, например, когда дети болели или были с родителями в отпуске. В зимний период мы редко ходим, часто болеем и, соответственно, платим за просто так. И вот сегодня стало известно, в Татарстане создали рабочую группу. Она и изучит, как пересмотреть размер Аблоненской платы в сторону уменьшения. В поручении от президента нашей республики рассмотреть вопрос возможного изменения порядка взимания родительской платы. Создали рабочие группы, министерство образования и на муниципальном уровне обсуждаем. Конечно, к обсуждению будут привлечены и родительские комитеты. Абонентская плата, она есть, но каким образом можно освобождать родителей, то есть детей, которые болеют там 10 и более дней, 14 и более дней, 21 и более дней. Вот эти варианты мы обсуждаем. Ну, понятно, эти доходы мы должны тогда покрывать, а покрывать за счет кого? Такие подвижки обрадовали родителей. Более того, вопрос может решиться уже до конца года. Быть здорово, в принципе, потому что ребенок или болеет, или что, уезжает куда-то, то все равно плата остается прежней. Намного лучше будет и дешевле. В принципе, было бы неплохо, наверное. Хотелось бы, чтобы не брали полностью то, что мы не ходим, места не занимаем. Еще одна новость для родителей. С 1 января выросла оплата за детсад в среднем от 100 до 200 рублей. Связывают это с повышением ростом цены продукты, хостовара и ростом зарплаты обслуживающего персонала. За пребывание в саду 10,5 часов. В Казани родители отдадут теперь на 120 рублей больше. Компенсации по-прежнему сохраняются. Компенсационные выплаты из бюджета выделены всего 1,5 миллиарда рублей при общем объеме родительской платы в 6,6 миллиардов рублей. Фактически компенсируется каждый четвертый рубль внесенной родительской платы. Независимо от доходов семьи, все имеют право на возврат 20% от средней платы на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. Еще одна компенсация зависит от доходов семьи. Чем он меньше, тем больше возврат. К примеру, семья с доходом меньше 10 тысяч на человека получит основную компенсацию в 314 рублей и дополнительную в 932 рубля. Субтитры создавал DimaTorzok